ребят всем привет пишите свои вопросы надеюсь что проблем со связью не будет мы сегодня приехали на новогодний наш наше мероприятие на новогодние вот если будет хороший интернет то я вам конечно же поскидываю и еще ребят тем кто в закрытом клубе у нас точно также будут прямые эфиры с вами каждый день вот будете с нами здесь присутствовать пока пишите свои вопросы а если есть вопросы какие-нибудь от ребят которые здесь то мы можем разобрать его нибудь тему есть вопросы моменте моменте сердечки вижу спасибо давайте ребят рассказывайте кто кто где будет отмечать и у меня здесь было несколько вопросов а что же за новый год есть ли новый год у нас вообще и почему его отмечают но давайте наверное я скажу что новогодние праздники как я их сейчас вижу это не не какой-то праздник не какие-то мероприятия а именно те энергии которые сейчас они здесь получается с 25 декабря и примерно по 8 число их будет очень много то есть люди они на фоне вот этих праздниц они выкидывают много большой очень потенциал энергетический на котором вы через осознание через осознанность можете можете перейти на другой уровень себя то есть вас через эти энергии могут может выкинуть если вы правильно ими воспользуетесь во благо себе почему люди некоторые не могут их обратно взять как раз мы сегодня с ребятами обсуждали почему не могут взять через себя потому что очень большие у нас программы программы в том числе и самые элементарные это когда мы не можем через свое тело принять обратно почему не можем потому что есть у нас много еды у кого-то алкоголь вот и тело уже не может такое в таком разобранном состоянии она не может принять обратной энергии именно поэтому после новогодних праздников у всех такой упадок но если вы начнете своим телом пользоваться правильно потому что в этом в этой плотности у нас кроме нашего тела ничего нет наше тело это как проводник вот если вы начнете им правильно пользоваться не засыряя его то вы можете спокойно принимать эти энергии и в себя то есть никак не только из себя на себя привет макс космос да ну что ребят задавайте вопросы я поотвечаю можете вы по задавать вопросы давайте с вас начнем глупый вопрос вопрос такого характера двое мужчин мне желают на ретрите ума набраться один подразумевает под ума набраться чтобы я приехала и с ним переспала вот а другой по другой я не спросила что значит набраться ума набраться мне такие пожелания желают набраться ума я что я получается в их глазах глупая либо я для себя самой считаю себя глупой но это есть такое для себя самой ты считаешь глупо то есть когда мы слышим когда нам говорят наберись ума это же они транслируют тебе в первую очередь себя и тут нужно тогда задать вопрос почему ты себя окружила такими людьми которые считают себя глупыми вымещают глупость на тебе это смотреть ты как бы свою глупость которую ты чувствуешь не которая есть по факту а который ты например себя чувствуешь глупой чтобы нам себя чувствовать в том окружении в котором мы есть мы создаем себе вот такое же окружение других людей то есть ты набрала себе таких же глупых людей которые начинают транслировать тебе что наберись ума и ты через них считывай что тебе не хватает для себя ума то есть ты себя позиционируешь как недостойное ты вообще себя позиционируешь как недостойное многих вещей так как я тебя уже знаю я знаю как ты ты же даже изначально начала можно я нашла с глупого вопроса да это тоже было у нас с тобой да глупых вопросов не существует если этот вопрос появился он в первую очередь появился в тебе и это опять же про обесценивание себя про обесценивание себя не про то что там ой я такая глупая сейчас помедитирую и себе докажу сама себе что я не глупая но это же немножко не про то это как раз про то что почему ты боишься вскрыть свой потенциал почему тебе страшны перемены в самой себе почему тебе страшна та сила которая есть в тебе что ты будешь с ней делать куда ты ее будешь раздавать в первую очередь если ты себя окружила теми людьми которые не готовы изначально принять то ты боишься принять свою силу потому что ты уже априори знаешь что тебе некому будет раздать в своем поле в том в котором ты ее создала понимаешь как работает давай понимая и понимая когда проговаривала я понимаю понимала потом раз и ушла да ниточка вот смотрите все время почему я говорю что очень хорошо пересматривать эфиры но это не касается только моих а например еще какие-то вы эфиры смотрите какие-то обучения смотрите когда вы смотрите это первый раз у вас вы считываете с этого с какого-либо эфира с какой-либо какую-либо информацию считываете на 20 процентов из этих 20 процентов вы берете себе только 7 когда вы взяли эти семь вы расширились на 7 чтобы пересмотреть следующий раз какое-нибудь обучение курс еще что-то вы берете туда 50 процентов 50 процентов взяли 30 на 30 процентов еще расширились и когда вы смотрите очередной раз вы берете еще больше вы берете еще больше потому что вы меняетесь вы становитесь другими ты становишься другой и когда первый раз почему говорю что вот консультации нужно записывать там марафоны почему у вас остаются в записи потому что пересматривая их с другой позиции самого себя вы начинаете слышать и считывать те вещи которые были предназначены только для вас и уже это идет не через состояние ума а через состояние восприятия себя как нового вот мы когда приезжаем в какое-то новое место неважно какое оно что мы делаем первое место 1 первым делом мы начинаем знакомиться с этим местом что-то что-то смотреть там какая там архитектура какая там природа какие там люди а какое там что что там такое и мы начинаем это брать и вот когда вы становитесь новыми когда вы расширяетесь хоть на чуть-чуть в этот момент вам нужно как бы попасть в эту волну чтобы насладиться тем расширением и вы за счет этого расширяетесь еще больше вот эти состояния они они великолепны неважно насколько процентов вы взяли это я уже процентовку сказала вам примерно плюс-минус чтобы было понимание понимание через ум то есть что сначала происходит сначала мы воспринимаем информацию через ум почему через ум мы ум как бы успокаиваем чтобы он отпустил чтобы он ослаб и пошло восприятие через себя потому что я то ведь это не ум ум это социальная программа которая находится в физическом теле в мозгу то есть ум и мозг это разные вещи даже на физиологии и вот когда ум отпускает то тогда через мозг где у нас находятся нервные импульсы нервные окончания вас через мозг начинает происходить тот посыл ваш ваше тело через которое вы начинаете ощущать другое восприятие вибрации принимая их в чувствование а чувствование это наша картина это наш мир который наш мир нарисованный рисуется он тоже только нами так виктория подскажите пожалуйста почему возникает желтизна угла в угла глазных яблок глаза устают по утрам и опухают но это печень однозначно это печень почистить печень это просто физиология евгений в других плотностях вы встречаетесь с теми с кем знакомы тут на земле на земле встречаюсь здравствуйте светлана у ребенка 10 лет реактивный артрит опухоли суставы на пальцах ног и рук это из-за меня да да саша ты тебя но я тебе давай на физическом плане скажу что можно сделать чтобы это было облегчить эту задачу ребенку тебе нужно будет ее проработать почему ты не хочешь воспринимать те знания которые есть тебе то есть ты же у тебя получается не через своего ребенка ты сковала этот скелет а на физическом плане есть такая магнезия которую мы все очень любим чиститься да вот эти вот в пакетиках порошках они по 20 по 25 грамм я не знаю может быть они еще есть в других пропорциях но в аптеках чаще всего вот они продаются английская соль и поделать в ванночке ребенку вот с этой солью то есть но на ванну 10 лет в ванну на ванну ребенка начни с трех пакетиков и посидеть 10 минут 10 минут ему вполне будет достаточно в очень теплый но не в горячий начнем может закружиться голова в теплой ванне 10 минут и как раз вот эти вот соли она по вытягивает ну и конечно же питание нужно отрегулировать питание однозначно убрать всю молочку это входит туда и сыры молочку убрать ну мясо это понятно вот и еще ребята все таки я вам хочу напомнить еще раз когда люди говорят а где же брать белок почему не из мяса вот начиная то в бабах еще где то то посмотрите научные исследования не опять же возвращаюсь не к блогерам различным а к научным статьям просмотрите это и вы увидите что 80 процентов белка который находится в человеческом теле он аккумулируется в голове да он аккумулируется через мозг 80 процентов белка это тот белок который который вам абсолютно точно хватит на создание вашего естественного тела с мышцами и это будут не просто мышцы да мы все очень многие видим что есть люди которых у которых хорошая мышечная масса но они не очень себя хорошо чувствуют потому что потому что сухожилия не успеваются укрепляться точно так же как например мышечная масса расти из-за этого человек вроде бы все делает правильно ходит на тренировки и питание у него там может быть хоть какое но чувствует он себя не важно вот как раз нам нужно идти не с верхнего уровня это кожа потом мышцы потом сухожилия потом кости это как раз нужно возвращаться к тому на чем это строится весь каркас то есть костную ткань мы с вами прорабатываем потом мы прорабатываем сухожилия и только после этого уже у нас идет мышцы вот поэтому питание кто боится что без мяса там у него не будет белка он не сможет там как-то свое тело держать в какой-то хорошей физической форме просто попробуйте просто просто попробуйте по нему чтобы у вас было понимание откуда это берется не из еды так светлана а от чего кожа уголков губ может чуть рваться дефицит и грибы но грибы это однозначно и конечно же это витамин b6 вот уголки губ это витамин b6 витамин b6 он точно также аккумулируется через белок через солнце вот если мы говорим не о синтетических витаминах вот и это но долгие 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 прогулки на свежем воздухе это обязательно и кокосовое масло вам в помощь спасибо огромное так сынок еще быстро растет если сынок быстро растет то я бы еще на типа рекомендовала такое что висеть но висеть не на турнике чтобы у нас вот здесь вот не было перетяжки чтобы у нас не выходил потому что если быстро растет кости кости сухожилия не успевают так быстро укрепляться и чтобы не было выеха плеча вот ставите обычный стол письменный стол или какой-то там как он там обеденный стол вот у меня просто дома нет а вот так вот стоит ставить его так на две ножки как бы немножко переворачивайте чтобы поверхность было немножечко вот так и вот здесь вот вот здесь вот за стол цепляетесь руками чтобы не вы не вывихнуть и ножки подгибает ребенок там или взрослому это можно если взрослый больник болит поясница то это очень хорошо вытягивает поясницу ножки немножечко расслабляете и вот здесь у вас получается держит вот здесь вот вас стол то есть вот так вот руки здесь у вас столешница идет и начинается вот этот вытягивание и это для чего еще важно когда вас вытягивается ваш корсет то получается вот в эту вот суставная жидкость она суставы они немножечко отдаляются друг от друга и суставную жидкость попадает вот эта вот жидкость которая должна быть да все наговорила все сплела в одно в одну кучу и за счет того что попадает от в эти суставы больше жидкости они получаются укрепляются они не стачиваются за счет того что они не стачиваются там уходят соли когда уходят соли то у нас тогда с вами все суставчики работают очень мягко очень нежно и болевых ощущений естественно не будет потому что у нас это все из-за соли соли у нас там скапливается потому что ребенок растет быстро то есть получается у нас все суставы они сжимаются за счет того что быстро растет и вот эта вот жидкость она на плохо поступает плохо поступает это значит что перетираются суставчики и там скапливается этот как соль потому что у нас костях очень много солей и за счет этого получается деформация светлана чем может сигнализировать болючая точка на голове слева заметил ее несколько лет назад болючая . слева на голове но смотря где на голове в нас же очень много сейчас уже научно доказано что мозг у нас на каждой каждая половина мозга у нас разбита на 16 долей и каждая доля мозга она отвечает за свой сегмент своего тела тело и тело наше восприятие восприятие в том числе и того что происходит вне тела то есть ваш окружающий мир нужно будет смотреть еще там но если мы говорим что слева вы не даете себе какой-то какой-то эмоциональной разрядки а кто-то кашляет за кадром кашляет будем лечить светочка почему после твоих ретритов люди хорошеют хочется всегда сделать фото до и после для наглад для наглядности благодарю до мариночка мы кстати уже думали об этом и думали об этом но знаете когда на ретрит приезжают ребята они приезжают от какие-то таких муры и когда им говоришь сказать им что сделать фото они сразу кинение какое фото это уже после ретрита они такие все они они постепенно идут к себе они понимают что они хотят и тогда уже идет вот это вот раскрытие но наверное в следующий раз попробуем так сделать до и после ощущения вот а самые лучшие ощущения это когда рассказывают ребята после ретрита месяца через два когда вот эти вот распаковки проходят про камни минералы будет еще эфир до про камни минералы ребят будет еще эфир в закрытом клубе только это будет вот и еще я же вам говорила что и камни и запахи это это новое восприятие с чего вы можете получать самого себя и я сейчас как раз разговариваю с девочкой которая занимается очень глубоко очень давно по эфирным маслом то есть какое масло за что отвечает какие какие нейроны возбуждают какие приводят нас к тому либо иному состоянию и камни и сделаю хочу сделать такой марафон как будет там будет рассказ про камни и про про запахи то есть как мы можем объединять чтобы раскрыть себя на определенном этапе через камни почему этот камень какой этот камень откуда он взялся почему именно этот и каким запахом его активировать вот еще сейчас но это будет после нового года вот я как раз там дам всю информацию он тоже будет бюджетной поэтому для всех кто захочет всех наступающим трансформации создан осознанию раз спасибо так ребят есть еще вопросы из зала вопросы из зала до луна в кольцах ее многие заметили фотографировали даже вот во первых за луной я не помню название за луной стала планета которая не была но наверное сколько на она раз в 270 лет если считать по таким раз 270 лет она приходит вот свое вот это вот свой круг и когда она встает за луной то есть понимаете да что луна это луна это про принятие то есть мы почему ночью нам хорошо думается почему ночью мы у нас какие-то идеи то мы бывает утром просыпаемся там сон приснился там еще что-то мы такие а вот у меня там эврика случилось луна это как раз про принять это что вы можете принять она расслабляет на принятие и когда солнце мы как раз в солнце почему нам когда мы встаем и начинаем делать солнце это проделаны реализовывать то что мы познали ночью поэтому как бы у нас нет такого по большому счету у нас в сутках нет такого места где мы можем спать но если кому-то хочется то пожалуйста вот и как раз когда вот это вот проходит круг вот этот вот эта планета она идет на принятие она идет сразу же на раскрытие то есть делаете вы или не делать если вы пришли к самому себе то есть что такое делать или нет когда вы знаете что я здесь делаю для чего именно я здесь какой мой потенциал что я могу отдать то не обязательно дожидаться солнечного света то есть чтобы реализовать это это не говорится что ночью нужно дед а это именно то что когда человек понял что он может отдать за луной становится вот эта вот планета и она идет на реализацию и то есть ты в это в этот год когда ты ее вот увидел ты можешь реализовать все то что ты знаешь что истина твое это без всяких затруднений без всего вообще и не просто так мы на тот новый год никого не собирали там на следующий новый год не знаю наверно будем собирать почему именно решили на этот новый год потому что один из астрологов с которым я общалась он как раз показывают этот переход от этих планет которые можно увидеть через телескоп потому что многие планеты через через телескоп они не видны вот и вот это вот как раз она луна ой вот эта планета за луной будет стоять прям за ней она будет стоять на угла 15-17 дней и это началось вот она прям в круг стала она стала вчера не обязательно нет не обязательно не смотреть если ты пришла к себе если ты понимаешь что ты можешь отдать мы все работаем ребят на отдачу мы не работаем на принятие мы работаем на отдачу а когда если кто-то думает что мы что-то принимаем это мы не принимаем это мы как трансформационная труба то есть мы отдали и у нас опять зашло чтобы отдать и вот чем больше ты отдаешь тем больше у тебя приходит еще что поддать это не про скопление тебе это не про то что там мне пожалуйста таблеток от жадности да побольше побольше а это про то что чем больше ты начинаешь отдавать причем если изначально ты отдавал там вот через такую трубочку что-то кому-то вот и чем больше начинаешь отдавать она расширяется то есть ты как емкость ты можешь дать больше и чем больше ты даешь тем больше к тебе приходит и неважно в чем это выражается это вы выражается там в людях это выражается в финансах это выражается в возможностях это может выражаться абсолютно хоть в чем и вот что ты отдаешь только тебе приходит светлана спасибо всегда очень приятно вас слушать а чем лучше почистить печень виктория чем лучше почистить печень смотрите у меня есть в открытом доступе первые три дня марафона который мы проводили еще в том году в этом году тоже моего возобновим после нового года как раз все захотят после новогодних праздников почистится и мы его сделаем бен в январе либо феврале может быть после прана фита или перед прана фитом и как раз вот в этом вот марафоне в первые три дня я рассказываю чем лучше подготовиться к чистке почему что происходит с вашим организмом чтобы вы не просто это услышали от кого вот и начали это делать чтобы вы понимали что у вас будет происходить как у вас будет очищаться печень почему она будет очищаться именно от этих компонентов и какой эффект вы после этого получите и когда вы это будете знать вам будет проще работать с собой вот посмотрите если вам что-то понравится то делайте там нет никакой агрессивной чистки поэтому это может принципе зайти абсолютно всем благодарю так ребят еще есть вопросы в три часа ночи но потому что на тебя не действуют определенные волны вот я уже говорила да что у нас в определенные часы есть выпускают определенные волны чтобы подцепить человека подцепить человека по ну назовем так по группе крови но это не по группе крови я уже говорила что групп крови у нас больше ста ста восьми вообще их сейчас как у меня есть последняя информация но я ее проверить никак не могу вот но ученые сейчас настаивают на том что их 400 с лишним вот и это классификация она будет расти и дальше потому что учил людей очень большие сейчас смешение кровей смешения территориальных каких-то своих проживаний что они переезжают меняются и тело человека приспосабливается к определенной географической точки за счет этого меняется кровь смешение и когда меняется кровь это следующий уровень и как на каждом этапе получается что подцепляют определенными волнами определенных людей по определенной группе крови подцепляют это то есть дают им определенные посыл и человек думает о я мне сейчас вот это нравится мне сейчас вот это вкусно мне сейчас вот это модно мне сейчас вот это вот в этом тепло холодно еще что-то вот и когда человек просыпается в одно и то же время это говорит о том что когда запускают определенную волну ты на нее не подцепляешься иммунитет на определенную волну у тебя есть такой вопрос поступают чтобы стать про наедом нужно ли стать сначала вегетарианцем потом веганом потом сыроедом и уж только потом не приходить нет не нужно такого делать это происходит совсем по другим критериям благодарю вас светлана за информацию за то что делитесь им этом скажите пожалуйста почему может болеть правая грудь но во первых вам нужно сходить к врачу чтобы точно все узнать это это первое момент я всегда говорю что научитесь пользоваться медициной своих целях не чтобы они вами руководили чтобы вы понимали что происходит с вашей физикой это первый момент вот если у вас все хорошо то посмотрите что у вас было с вашей свекрови какие у вас вообще взаимоотношения с вашей свекрови либо с бабушкой по папиной линии еще был интересный момент что недавно я прошла мимо какого-то человека у меня сразу начался звон в голове это прошло как только этот мужчина отдалился я вспомнила что вы говорили про поиск грибов прописк грибов но это не мужчина не прописк грибов это есть люди которые находятся мы каждый находимся на своей волне это же не просто так вот этот выражение пошло там мы с тобой на одной волне мы с тобой там еще что-то это действительно так и есть это вот это это не вибрационное поле вибрационно поле это другое волновая генетика человека это другое и есть еще волны которые транслируют человеку вне зависимости от себя и есть эти волны которые если вы попадаете под его волну либо она накрывает вас в это чувствуете есть такое что вы с человеком общаетесь или не общаетесь мимо какого-то проходит человека и вас например там распирает какая-то любовь либо негатив либо еще что-то это когда у вас резонирует одна и та же волна но бывает такое что вот прям вот вас раздражает человек то здесь нужно смотреть какая точка соприкосновения вы являетесь друг для другом магнитами но только знаете бывает магнит ставишь одной стороной они притягиваются поменяли сторону этого же магнита они отталкиваются вот нужно посмотреть что у вас оттолкнуло в таком же точно человеке как вы есть сами ребят есть вопросы но вообще мы в мифологию далеко ходить не будем но если вы заметили то это единственный знак которого не существует и если мы отбросим много-много столетий назад то когда вот он еще создавался этот год дракона он создавался опять же мы немножечко вернемся к планетам да и в определенные в определенные года наши планеты поворачивались так что твердь как сказать на на планете это даже не это не видно человеческим взглядом а под несколькими там слоями там слоями земли под определенным составом планет образуется образуется своеобразный минерал и вот этот минерал он дает вы сами знаете что каждый камень дает определенные какие-то свои свои силы свои раскрытия свои свои какие-то возможности либо закрытия к чему-либо человека вот и когда вот эти планеты крутятся то получается что земля она же у нас не стоит на месте она нас время идет под вибрации вот и под этой вибрации когда вибрирует несколько слоев то получается что нет несколько слоев они как бы затираются друг другу несколько слоев и прессуются и вот когда они прессуются получается своеобразная такое вот минеральная минеральная прослойка. И вот эта вот минеральная прослойка, она даёт человеку такие как бы сказочные возможности, когда он начинает видеть того, что раньше не видел, когда он начинает знать о том, чем раньше не знал. И вот в эти года, в год дракона человек реализовывал свои самые там сказочные какие-то фантазии, в хорошем смысле этого слова. Но с годами, со столетиями у нас это закрыли, закрыли тем, что сказали мозгу, что вот этого не существует, этого не бывает, это невозможно. И у нас он просто стал годом дракона. А по факту это год того, что вы можете реализовать то, во что вы готовы поверить. То есть что вот в вашей голове поместилось, если вы, например, знаете, что вы можете увидеть свои прошлые жизни, вы их спокойно можете видеть. Если для вас это считается неприемливым, вы в это не верите, то, конечно же, вам не откроется. Если вы понимаете, что вы можете общаться и с другими цивилизациями, вы это будете делать. Потому что вот этот такой год. Вот что значит этот год. Поэтому все идем на раскрытие. Еще был интересный момент. А, все, это я почитала. Еще есть вопросы? Да, у вас есть вопросы. Вот к теме того, что с пространством идет такое, что если у тебя есть какие-то вопросы, обратись к врачу. Ну вот пусть они там тебе скажут какие-то анализы или что-то такое. Я сталкиваюсь с тем, что когда я не обращаюсь к врачу, я понимаю, что это бесполезно. Они говорят, что все хорошо и никаких ответов на вопросы свои. То есть, получается, что если я сама решу, значит, я решу. А если, ну, в общем, когда нет, для меня бесполезно. Это вот так? То есть мне не обязательно? Ну, давайте я на своем опыте скажу. Я анализы прохожу постоянно, но у меня очень большой список анализов. И это же не просто анализы. То есть они… Там есть норма, больше, меньше нормы. И есть такие моменты, когда ты соотносишь. Если вот этот, например, у тебя анализ идет по норме, и вот этот анализ по норме, то следующий анализ, он должен выходить либо быть ниже, либо выше. Обязательно. В каких-то моментах у нас… У нас не бывает в организме все по норме. И вот если ты умеешь это считывать, но мне… Я не умею это считывать. У меня есть свой врач, который знает мой образ жизни и который мне потом эту картину раскрывает. И каждый момент он будет играть в тебе какую-то роль. То есть у нас есть те моменты, когда, например, мы после физических упражнений, ну, например, там сходили в спортзал, да, на следующий день пошли, сдали анализы, то у нас будут некоторые показатели печени выше нормы, остальные в норме. И врачи это тебе никогда не смогут считать, не зная тебя. Но только зная себя, ты понимаешь, что вот этот у тебя вышел за пределы нормы, только лишь потому, что ты вчера был в спортзале. Иначе другие показатели тебе бы показали другие цифры. И почему я говорю, что ко врачам обращаться нужно, нужно знать свой организм не для того, чтобы от них получить таблетки и рекомендации, для того, чтобы отследить динамику твоего организма, если тем более ты меняешь свой образ жизни, чтобы ты понимала, куда ты идёшь. У тебя должна быть какая-то отправная точка обязательно. То есть нельзя вот так вот, я себя считаю здоровым, и поэтому я сейчас буду вот эти вот эксперименты со своим телом проходить. Я всё-таки склоняюсь к тому, что ты немножечко так, наотшибись к своему телу. Ты всё равно должна знать. Но это не говорит об анализах, там, общий анализ крови или ещё что-то. То есть ты должна сдавать полностью, сдать полностью весь пакет анализов. Да, он очень большой. И, к сожалению, на сегодняшний день не совсем дёшево. Но если это делать для начала раз в полгода хотя бы, я это делаю раз в три месяца, отслеживаю, что с моим организмом происходит, то ты будешь знать свою картину, ты будешь понимать, что у тебя идёт, как у тебя идёт. То есть очень многие люди и даже очень многие врачи не говорят, что вот, например, герпес у человека бывает выскакивает по разным причинам. И они говорят, у тебя не хватает того витамина, того витамина, того витамина. А он может быть выскакивает только лишь потому, что ты находишься, например, летом в часы, когда солнце максимально активное. То есть с 12 до 3 часов, если ты находишься на солнце, то у тебя спокойно может вылезти герпес. И это не потому, что это инфекция, а потому, что твой организм не может справиться с определённым... в солнечных лучах есть много очень компонентов. И вот в этот период, я их просто не буду сейчас расписывать, вы можете это точно так же посмотреть на научных статьях каких-то. И твой организм просто не может переварить вот этого излучения. Просто нужно убрать вот эти несколько часов, и твоего герпеса не будет. Это просто к примеру, я говорю. И когда ты понимаешь, что у тебя всё хорошо, и там выскочил какой-то прыщик, начали ломаться ногти, очень частая проблема с зубами у людей. Это не говорит, что у тебя не хватило какого-то витамина в организме. Это говорит, что ты... Это может говорить о том, может говорить, не обязательно, что ты находишься, например, вот в этот цикл своей жизни или в это временное года не в том климате, где тебе нужно. Там идёт не тот воздух, которым ты готова насытить свой организм. И это тоже может быть. И это вы можете точно так же проследить, зная свой организм, опять же. У тебя был ещё немножко другой вопрос, что насколько ли ты себе придумываешь заболевание. Но ты опять же, ты на него и ответила, что ты себе придумываешь. А если ты будешь безоценочно идти ко врачам, не чтобы они тебе что-то подсказали, а чтобы ты сама себе раскрыла себя со стороны физиологии. Но ты это сможешь посмотреть только в динамике. То есть первые анализы, которые ты будешь давать, это просто будет твоя отправная точка. И только через там три месяца либо через полгода ты сможешь посмотреть, что с тобой произошло, и уже сделать рефлексию. А почему? Потому что уже у меня было несколько моментов, когда сейчас рак очень распространённый. Я не знаю, как его назвать, заболевание, не заболевание. Но тем не менее, когда мы с ребятами входим в процесс избавления от этого недуга, в первую очередь у меня всё равно стоит условие, чтобы сдать эти анализы, все анализы, отправную точку, чтобы понимать, насколько мы грамотно ведём процесс не только через физическое тело, но и через осознание, для чего это. Потому что не было ещё ни одного случая у меня, чтобы он оставался на том же уровне. То есть он всё равно либо полностью уходит рак, либо он становится легче на какой-то момент, но легче на какой-то момент становится, не уходит, если ребята перестают работать и идут как бы в свободное плавание, если дают себе какую-нибудь там слабинку в чём-то. Если они идут до конца, то такие заболевания, они уходят. и ревматоидный артрит уже в моей копилке, ну, наверное, таких тяжёлых случаев, когда ребята были на коляске, вот, их три, что они полностью исцелялись от этого заболевания. Но это прям колясочники. Я не говорю уже о том, что если просто вот есть такое, что ну, просто какие-то там болевые ощущения. Светлана, вы можете порекомендовать, где лучше проживать человеку, географию, имея в виду? Ну, да, но не в прямом эфире, потому что это же нужно рассматривать вообще, что у вас произошло и что у вас произошло в этом месте и что у вас может произойти в другом месте, какие раскрытия себя, конечно. Но это и вы можете, если вы чувствуете себя, это можете и вы. Вы все можете без меня сделать. Но если нужна моя помощь, то я, конечно, с огромным удовольствием. Светлана, скажите, пожалуйста, откуда берется постоянный страх, что что-то случится? Постоянный страх, что что-то случится. А зачем тебе это? То есть, смотрите, страх – это мысль, в которую вы поверили. Не более того. Страха не существует в психическом теле, как страх. Если вы каждый будете описывать страх, то каждый соберет свой букет, из чего он будет состоять. И если взять 10 человек, то вот в этом вот букете у некоторых будет там, ну, процентов на 30, на 50 схожие какие-то ощущения в теле. но одним словом его никогда невозможно описать, одним чувствованием его не описать, потому что его не существует. Это только сборка с вашего детства, что вот это страшно, это больно, это неприятно. И вы собираете свой букет. самая элементарная практика проверить, что страха не существует. Это если вы возьмете, с каждым, наверное, случалась в жизни такая ситуация, где вам кажется, ну все, это неизбежно, это все, это конец света, я отсюда не выберусь, и вот что-то вот у меня там случится. Неважно, если вы сейчас это вспомните, если вы сейчас это вспомните, и вы поймете, что ситуацию вы можете вспоминать, вы можете ее переносить, но этого уже состояния не будет. Вы можете из того состояния вытащить и вспомнить, но как такового страха его не будет, потому что его не существует. Он был там, потому что вы в него поверили, потому что ваше восприятие готово было находиться в этот момент в состоянии страха. Что такое состояние страха, которое вы себе придумываете? Это тот блокиратор, из которого очень сложно выйти. Сейчас попробую объяснить. Смотрите, когда мы славливаем состояние страха, существующего, несуществующего, неважно, ваша голова знает, что вот у нас есть вот такой коридор, по которому мы идем. И когда нам нужно выйти из этого коридора, страх говорит, чтобы выйти из коридора, тебе нужно расшириться, а там непонятно что. Давай останемся вот здесь. И вот вот эти вот, вот куда вы можете выйти, вот здесь он находится этот страх. страх коридором. Здесь вы еще не были, здесь вас еще не существует, а страх уже есть. Страх может быть всегда либо в прошлом, которого уже не существует, либо в будущем, которого еще не наступило. Страх здесь и сейчас вы ощутить не можете. Когда вы ощущаете состояние страха, вы его можете интерпретировать, интерпретировать мы можем, что это состояние страха, только когда мы уже вышли из этого состояния. И сейчас я интерпретирую, потому что это уже прошлое. его не бывает здесь и сейчас, потому что здесь и сейчас у вас нет мысли. Почему когда говорят люди, берут из потока информацию? Потому что она не страшная, она не больная. Это именно то состояние, в котором вам всегда приятно находиться, в котором вы всегда можете транслировать то, что есть по факту в вашей жизни сейчас в этом потоке. И только выходя из этого потока вы можете либо проанализировать, что с вами случилось, и поймать какие-то неприятные ощущения, основания чего-то, и здесь начать бояться, либо чувствовать какие-то неприятные вещи. Здесь и сейчас я вам скажу, ребят, больше не существует даже боли. Если вы возьмёте людей, даже тех элементарно, когда, например, вырывают зубы, лечат зубы без анестезии, вы эту боль можете чувствовать, когда вас всё время болтает. Как только вы останавливаетесь и покружаетесь в своё тело, то вы понимаете, что тело этой боли не чувствует. Чувствует боль всегда только ум. Вам ум даёт сигнал, что это больно. и вы прекрасно знаете, что у нас на планете есть примерно два процента. Логически не чувствуется. Но эта нечувствительность к боли, она идёт именно из головы. и когда у вас отключают болезнь Паркинсона, когда человек сильный тремор, некоторые даже не могут что-то держать до такого состояния. Что делать? Отключают определённую долю мозга, тремор заканчивается. Понимаете, у нас всё находится только в уме. Все наши состояния любви, состояние боли, состояние злости, состояние чего-либо, они все находятся только в уме. Как только вы отключаете ум, почему говорят «Я в принятии, я в состоянии любви»? Это когда человек не живёт через ум. У него нет этих ощущений, у него есть просто ощущение благости этого момента, и оно абсолютно другое. Здравствуйте, как влияет никотин на восприятие? Ну, плохо, никотин он же закупоривает капилляры, когда он закупоривает капилляры, то у вас не проходит, да, интернет, ребят, виснет, уж простите, сейчас будем заканчивать. Склеиваются, то наше физическое тело может всё меньше и меньше реагировать на ощущения, а когда оно меньше реагирует на ощущения, то мы сложнее приходим к чувствованию, когда мы сложнее приходим к чувствам, мы не можем прочувствовать этот мир, тогда мы идём только они всё равно не смогут принять те знания, которые бы они смогли принять без сигарет. Непростое время, когда начинается такое состояние, когда ничего не хочется, будто полная пустота, и делать не хочется, не общаться, может потому, что никто не поймёт тебе даже близко, и в такие моменты особенно хочется поесть, чтобы перейти из этого состояния в обычное. Можете посоветовать, что можно предпринять, либо осознать. благодарю. В эти состоянии, ребята, когда вам ничего не хочется, когда вы теряете вот это состояние, что ну вот прям вот и это не хочется, и сюда не хочется идти, и никто не понимает, ещё что-то. Это ваша новая точка, до которой вы дошли до шкафа, и вы понимаете, что вот это вот всё, что вот вы дошли до шкафа, да, вы всё уже прошли, вам ничего не хочется. Что вам нужно сделать? Нужно сначала насладиться этим состоянием, что вы это всё прошли, вот вся вот эта депрессия, это ваша новая точка отчёта. Вы должны насладиться от этой депрессии, сколько, ну не уходите уж надолго туда. Светлана, а если периодически возникает непонятное зло, я дошло, с с с депрессии, с да, я не дошло, да, да, на Продолжение следует... Продолжение следует...